Этот выпуск хочется начать с новости, которую я сегодня нашла, когда готовилась к нашему подкасту. И как только я увидела эту новость, сразу поняла, что это, Марина, special for you. Просто настолько special. Что там, про Канни-Уэста что-то? Да нет, если бы это было про Канни-Уэста. Нет, на главной площади Венеции, перед дворцом Дожи... Нарисовали член? Не совсем. Установили методную скульптуру мужского пениса с маской сверху. Блин, всё испортило. Ты официантри? Я тебе покажу. Прямо в центре, да. Ну чё-то такое. Да, вот масочка там. Скульптуру пытались убрать коммунальщики, но оказалось, что она весит очень-очень много и не смогли сдвинуть её с места. Поэтому теперь хочется теперь приехать в Венецию и посмотреть эту скульптуру. Марин, признавайся, это ты туда сгонял? Слушай, ну это вот... Идеи витают в воздухе. Да стоподово. Да, да. Это вот кому-то вот пришла ведь тоже такая идея. Да, да. Жалко, что не членолёт. Смотри, даже надписи какие-то есть. За Россию написано, да? Марина может повторить это. За Россию. Марина может повторить это в Петербурге. Тут написано, надписи чёрным маркером на бетоне также представляют собой провокацию. Например, слово «проституция» хочет подтолкнуть вас к размышлению о коммодификации Венеции. Ну, «проституция» понятно, что подталкивает. Да, дальше можно было не читать. Ну, короче, вот такая вот интересная оригинальная скульптура. Марина, я сразу подумала про тебя. Надо брать. Вообще, я думаю, в ближайшее время в сувенирных магазинчиках Венеции должны появиться миниатюры таких. Да, именно такие маленькие. Да, у них и так-то там есть. Магнитики, брелоки и так далее. Да, у них и так-то там в Италии много, знаешь ли, членов продаётся на лавках. Так что появится ещё один вид. У нас, кстати, есть, кто не знает, мы с Антоном очень любим магнитики. Все друзья это знают, и они нам привозят с разных мест. А у вас есть член тут? Члена нет. Ну, как же так. Но есть писающий мальчик и есть трахающаяся парочка. Вот, потом подойдёшь, посмотришь. Кстати, член тоже был. Куда ты делал? Было с Кипром, его потеряли. Потерялся при переезде где-то. Это был член-открывашка. Очень многозначительно. Да, вообще очень многозначительно. Ну что, все, я думаю, кто следит в целом за деятельностью Илона Маска, да и вообще не только за его деятельностью, все в курсе, что запустил, значит, наш дорогой Маск в космос свой, как там Антош назывался, Crew Dragon, да, Space It. Да, первый пилотируемый частный корабль. Да, да, и мы вот дважды, да, не запускали, первый раз что-то с погодой им не повезло, они отменили. А, пытались запустить два раза. Да, и два раза была, естественно, трансляция на Ютубе, можно было всё это в прямом эфире смотреть, наблюдать, как они там сидят, как это всё запускается, как они стыкуются. Это, в общем, интересное зрелище. Кому интересно, кстати, наверное, записи на Ютубе можно найти, посмотреть, как это всё. Я думаю, всё уже посмотрели. Это вот тот момент, где они просто сидели и приближались постепенно, и вот это вот примерно разлет. Да, 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 три часа приближались. Записи, наверное, очень интересно смотреть, можно перемотать все неинтересные моменты. Так вот, новость в чём? В том, что Илон Маск отправил в космос неразрушимые произведения Тристана Итана с экипажем, с дракошей, вот у них, который этот, все, да, я думаю, понимают. Антон, да, объясни, там тоже вопрос у нас был в Телеграм, в нашем чате, а к чему, собственно, дракон был? Объясни, для чего он? Ну, у них есть такой прикол у американцев, они что в шаттлах, что здесь, они каждый раз отправляют, приделывают какую-нибудь игрушку на верёвочке, и она является таким аналоговым индикатором невесомости. Когда эта игрушка взлетает, значит, что мы в невесомости. Такая шутка людей в космосе. Это как шутка с батутом, да? Да. А в этот раз приделали не дракон, был динозавр. Динозавр, да. Там шутка в том, что это первый динозавр в космосе. Ау. Ну, то, что подвозили... Но зато эту игрушку теперь все раскупили, контора теперь просто... Это ещё раз подтверждать, что Илон Маск отличный предприниматель. И, между прочим, космонавтов, астронавтов подвозили к шаттлу, да, я так понимаю, именно на Тесла. Да, там прикол в том, что их... Зачем тратится на другие машины, если есть свои? Да, это их собственная ракета с собственными двигателями, собственно, пилотируемая программа. Они летят в собственных костюмах, которые они сами изготовили, и они подвезли их на собственных машинах. Какие молодцы, да. Ещё и драконов потом, и динозавров потом ещё распродали. Да, ещё и динозавров продали. Единственное, что пока стартовый стол не их, но они свой тоже строят. Так что они вообще будут запускать всё своё. Это первая такая история, первая такая тема в мире произошла. За шесть лет, да, правильно я понимаю, за шесть лет они это всё сделали. Да, очень быстро, супербыстро. Там есть целая история, как они просто космическая отрасль, она очень медленная. А они первые, кто это делал быстро. То есть там есть история чувака, который работал в НАСА, но он пошёл работать в SpaceX как консультант. И он рассказывал, что какую-то вещь, которую делают НАСА, например, они делают полгода, а в SpaceX это делается за два-три дня. Потому что нет никакой бюрократии, любой человек может создать материал, прийти его сразу испытать, делают какой-то там прототип, засовывают его в свою собственную печь, проверяют температуру, если всё круто. Он идёт в отдел, который занимается разработкой, говорит, используем это, они всё быстро делают. В общем, они просто убрали всю эту бюрократическую тему. Это на самом деле вообще политика многих частных компаний, предприятий горизонтально. До этого практически просто космическая отрасль была государственная. Там не было вределов в спешке. Ну там, то есть неограниченные ресурсы, огромная бюрократия. А он, как частник, который пришёл, он просто переделал всю эту модель. Ну супер. Ну потому что он понимает, что время – деньги. Время. Он просто понимает, что деньги. Лучше всех понимает. Короче, неразрушимая серия «Хьюман Тайнд» или «Тинт», не знаю, как правильно. От Тристана Итона была успешно отправлена в космос. Там полетело, значит, пять его произведений на пять астронавтов, насколько я понимаю, каждому по картине. Вот. И этот лос-анджелесский уличный художник и дизайнер теперь официально входит в элитную группу. Понятно? Вот как попасть в элитную группу. Да, чьи произведения были отправлены в космос. Да, чьи произведения были отправлены в космос наравне с Энди Уорхолом, Робертом Раушенбергом. А Уорхол тоже отправили в космос? Да, Тревором Паглином. Он даже не мог об этом помыслить. Кстати, на самом деле любой человек может купить себе место на ракете. То есть ты можешь реально… По факту-то не совсем любой. Любой. Ну в смысле, если эти деньги. Сейчас есть деньги, да. Вот я об этом и говорю, что не совсем любой. Сколько там картины весит? Мало. Можно как-то сказать вот эту. Ещё, пожалуйста, посылочку тоже запулить. И себя в эту посылочку запихануть? Зачем эту картину, Оля? Ага, зачем картину? Или ты хочешь что? А ты себя хочешь? А чё нет? Запустись, там будешь летать по орбите. Вообще, кстати, вот художник изобразительного… Изобразил, точнее, там у него какие-то обезьяны, что там рука… В общем, какая-то тема с космосом. Посмотрите картинки здесь сейчас на экране. И он создал коллекцию сверхпрочных двусторонних пластин из золота, латуни или латуни, как правило? Латуни. Латуни. И алюминия, каждая из которых предназначена для одного из пяти астронавтов. И эти картины там пробудут… Ну, то есть их тоже очень странная политика. Они их туда отправили, на МКС. Там они побудут сколько там, несколько месяцев, и вернутся вместе с астронавтами на Землю. То есть они должны зарядиться чем-то? Я не знаю. Это покрыться космическими… Нет, они просто должны были слетать, видимо, в космос, чтобы этот художник вошёл в элиту. Интересный способ для популяризации. Это, кстати, очень хорошо охарактеризует всё современное искусство. Да, я просто… Потому что иногда можно из пальца высосать какую-то тему, хотя она… Это знаешь, потом эта картина будет продаваться как лот, который побывал в космосе. И будет уже неважно, что там нарисовано. Конечно. А так и есть, конечно. Очень интересно, как вообще… Вот у меня просто не укладывается в голове, во-первых, кто входит в эту элиту. Я первый раз слышу про эту элитную группу. Это ещё одна мысль о том, что нужно загуглить… Космическая элита. Я не знаю. Нет, типа элитная группа художников современных. Друзья, если вы знаете… Вика Сафронов, наверное, сюда входит. Кто входит в эту элитную группу, напишите, где можно почитать нам в комментариях. Да, очень интересно просто. Может быть, у них есть сайт элитная группа. Может быть, это может быть масонская группировка художников? Да, может быть. По-любому. К вопросу, кстати, о сайтах Оля нашла интересный инстаграм-аккаунт. Оль, как называется? Из-за дом называется. Ну вот, и что там нужно делать? Ты нашла, рассказывай. Я нашла такой интересный инстаграм-аккаунт, называется Из-за дом. И это что-то вроде многоквартирного дома в инстаграме, у которого есть, получается, этажи. По три квартиры на каждом этаже. Ну, соответственно, как лента инстаграм. И в этом многоквартирном доме может поселиться абсолютно любой иллюстратор, художник, нарисовав свою комнату. По определенным параметрам. И потом, прислав ребятам из этого инстаграма в директ скинуть свою комнату, получается, свою работу. И они опубликуют вас совершенно бесплатно. Вы, так скажем, заселяетесь в этот многоквартирный дом художников. Мы оставим вам ссылку. Вдруг кому-то будет интересно. Я уже сама подумываю нарисовать свою комнату. Я тоже думаю, что, Оль, тебе нужно попробовать. Да, полюбово. А там Оля говорит, что есть какие-то определенные еще параметры, по которым. Да, там есть в хайлайт закрепленные параметры, по которым вы просто рисуете свою комнату. Ну, там просто посмотрите, короче. Не буду вдаваться по-другому. Но даже посмотреть ленту и увидеть, как по-разному трактуют вот этот вот шаблон различные иллюстраторы и художники, там в основном это, конечно, диджитал история. Но я думаю, что, в принципе, такого же плана можно нарисовать и ручными материалами, и точно так же, да, там отсканировать. И прислать ребятам свою комнату можно. Ну, вообще интересный достаточно формат. Да, того, что вы на Инстаграме, и как раз эта идея с этажностью очень прикольна, да. Да, и так что... Креативные ребята, много у них подписчиков? Ну, уже 1666, когда я делала скрин экрана. Я думаю, что сейчас уже больше. После нашего выпуска будет 1668. Почему? Будет 1670. Я надеюсь, что после нашего выпуска о них узнают еще больше людей и подпишутся. Так же, как вы подпишетесь на нас, друзья, ставьте нам лайки, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на наш канал. Это была рекламная обставка. Колокольчик. Да, колокольчик не забудьте поставить, чтобы не пропускать наши выпуски. У меня еще одна есть такая очень интересная новость. Про то, что, значит, Джиги Ориджиналс, это фирма, которая выпускает пазлы в Америке, они, значит, позвали художников, которые вручную расписывают пазлы. То есть, вы понимаете, да, вот этот пазл... Ну, понятно, что сейчас вы посмотрите картинки, увидите, о чем я говорю. Есть определенный в собранном виде этот пазл, они его вручную разрисовывают, и потом эти пазлы, я так понимаю, продаются. Вот, и это сделано на аукционе, это сделано для того, чтобы... Ну вот, очень интересно, такую просто ни в жизнь не собрать, как говорится. Давайте будем чуть подробнее объяснять словами, чтобы люди, которые слушают, тоже понимали. Да, в общем, есть... Сейчас я расскажу, значит, вообще про идею всей этой истории. На аукционе эти пазлы продаются для того, чтобы сейчас, да, в трудное время, экономическое, особенно во всем мире, поддержать художников, поддержать их материально. Именно и все деньги полностью, все 100% вырученных за этот пазл, они будут уходить художнику. Это очень крутая инициатива, но то, как выглядят эти пазлы, это, конечно, вот мне с точки зрения обывателя, который бы хотел собрать этот пазл, вот первый я вижу, вот представьте себе, друзья, что вы берете просто холст, не знаю, ну не холст, ладно, там ватман, да, и, значит, берете своего ещё ребёнка, даёте ему, значит, спрей распылять, и сами распыляете спрей, просто стоите и распыляете над, значит, ну там, не знаю, в метре сверху от вашего ватмана. И вот эти все брызги, значит, куча цветов, вот этих брызг, потом вы берёте краску, мажете её кисточкой и вот начинаете делать. Да, всегда ты собираешь пазл с каким-то пейзажем, и вот приходит момент, когда ты доходишь до чистого голубого неба, до моря, да, и ты такой, блин, чёрт. Вот здесь примерно такая же... О чём я думала, когда покупала этот пазл. Ну, если с небом ещё хоть как-то там что-то, то здесь вообще просто, ну, просто тупо капли, которые никак не взаимосвязаны друг с другом. Короче, очень такая... Это, знаете, для таких, для бывалых. Труп-пазлеры такие. Да-да-да, кто пазл прям очень сильно любит собирать. Вот, но в основном тоже есть и такая дудлинговая история с цветами, с... Ну, в основном такая, знаете, немножко психоделика. Мне больше всего... Вот это, кстати, про море, да, вот тут что-то вообще непонятное. Мне очень понравился пазл с женщиной, которая с зелёными серьгами, цветами. Очень интересно. Вот я бы его как раз пособирала с удовольствием. Ну, его попроще собирать, чем вот эту разбрызганную историю. Да. Вообще, тема на самом деле очень... Ну, то есть, получается, они как... Ну, прикольно. По-живому нарисовали, да? Да, то есть просто им приходит пустой пазл, грубо говоря. Собранный, да. И они поверх него рисуют. Такой, по сути, собрал и потом повесить можно. Как все делают, да, скотчем. Я так ни разу, кстати, не делала. Это крутая идея для того, чтобы... Опять же, да, одна из вариаций современного, если мы говорим про современное искусство, про художников, которые хотят зарабатывать своим творчеством. Это классная инициатива. Я не знаю, насколько она будет, конечно, в России воспринята. Если это классно организовать, это, конечно, будет воспринято. И здесь, опять же, вопрос... Выставку делать. Все приходят и собирают твою работу. Да, здесь просто вопрос не стоит, опять же, в долговечности материала. Правильно? Если мы говорим, опять же, здесь можно рисовать... Ну, понятно, что мелками вы там не порисуете. Но если мы говорим про маркеры, да, или там про... Ну, там в основном, я думаю, рисовали акрилом. Я думаю, что там сам акрил, да. Можно вообще... Вот тебе собрал один раз пазлы, повторно кто-то собирает. Я вот... Ну, хотя, может быть, кто-то собирает. Я не собираю. Интересная штука. Просто приобрести работу в таком виде от какого-то, не знаю, вот я бы от Кавса с удовольствием приобрела, от еще от кого-то. Классно. Нет, в этом плане, да. Ну, все зависит, конечно, от стоимости еще, если надо... Одно дело, когда это напечатано, а другое дело, когда это реально художником нарисовано от руки. Ну, да. То есть это две разные вещи здесь тоже нужно понимать. Это не просто сувенир. Это действительно произведение искусства. Просто в таком формате необычно. Классная инициатива. Мне прям очень приглянулось. Ну, да, на самом деле выходить за рамки привычных наших форматов – это интересная тема. И вот это действительно очень такое необычная подача вообще, как это можно представить. То есть, по сути, вот правильно, Антон, ты сказал, что ты приходишь на выставку, и просто чтобы увидеть работу, тебе надо ее вначале, например, собрать или вложиться в том, что найти пазлу место. Да, все объединяются. Кто-то собирает море, кто-то небо. Кто-то просто переворачивает их, потому что половина перевернута ненужной стороной. Ну, такое, знаете ли, социальное взаимодействие. Только, пожалуйста, дистанция полтора метра. В Сеуле, кстати, опять закрываются. Да, никто ничего не соберет. Новость видела, что в Сеуле опять закрываются все музеи. И там театры, что-то такое. И за второй волны. Они, мне кажется, просто пытаются теперь перестраховаться или за любого повода. Да, может быть, я тоже так думаю. Лишний раз стараются теперь перебздеть. Им нужно костюм, да, Оль? Да, им нужно костюм, который буквально недавно, короче, изобрела американская марка MonoSuite. Это по-французски у тебя. У меня в слюне потекли. По-французски как-то у тебя все выдалось. Ну, что поделать. Ну, короче, такое название у марки. И они выпустили многоразовый комбинезон на каждый день. Многоразовый. Да, многоразовый. То, что вы можете его одевать, с ним отодевать. Было бы странно, если был одноразовый комбинезон на каждый день. Да, это было бы странно. Это был бы комбинезон неделька. Одеваешь понедельник, вторник, среда и так далее. Комбинезон ежедневка. Бл***ь. Так вот. Этот комбинезон со встроенной маской и перчатками. Он выполнен из тонкого, но плотно облегающего тела прочного полиамида с добавлением эластану. Короче, сюда вставят. Такое чувство, что Оля их закупила и теперь продавать. Да, да, да. Знаешь, как секс-игрушка. Короче, Антон сюда вставит фотографии. Ну, короче, они тут даже с разными принтами есть, смотри. Похожи на водолазный костюм. А те, кто в аудио выпуслов. Еще балаклава такая сделала. Те, кто в аудио-версии слушает, включайте воображение. Да, друзья, это просто как вторая кожа полностью облегающая. По сути, это водолазный костюм, который у вас... Открыты только глаза. Да, открыты только глаза. И пяточки, смотри, еще открыты тоже. Ну, все остальное закрыто. Да, все остальное закрыто. Вот, такой многоразовый костюм можно скорее приобрести. Это, знаете ли, интересно. Можете обратиться к Оле, она официальный дистрибьютор. Судя по подачи. Оль, по чем продаешь? Слушай, да я даже не знаю. Так, ну что у тебя еще по новостям? Сюда, кстати, они еще предлагают купить вот такую маску защитную. Как будто бы защиты костюма не хватит. Ужас, ужас. Ну, это, короче, и ЦУ сейчас такие маски тоже делал. Сейчас просто у всех такие маски. Просто такая какая-то... Как маска токаря. Да. Или, знаешь, мне кажется, можно просто не париться, покупать в сварочном магазине вот эту маску, которую сварочки одевают. Да им ничего не видеть в ней там зачем-то. Ну, дожди, там окошечки вообще-то тоже есть. Окошечко выбить, да? Выдавить эту черную штуку и глаза оттуда. Только ты на рыцаря будешь похожи. Недавно нам, опять же, в чатик присылала кто-то из девчонок новость, по-моему, Полина про эти маски Харибу, что они предлагают из своих... Желешки? Да, ты ешь и съедаешь желешки, одеваешь эту маску, а у них же там этот... Пакет от мишек одеваешь. Да, а там же есть пространство вот это прозрачное, где мишки-то видно, и типа это на глаза одевать. Так можно и упаковку маршмеллоу одеть, знаешь. Это просто очень тупо, да. Пакет отходить. Голова должна быть только маленькая. Оль, ну что там у тебя ещё? Можно купить большую. Что у тебя ещё по новостям? Я думаю, что все знают прекрасно картину Эдварда Мунга. Крин? Крик? Крин? Крин, нет, я не знаю. Крин. Крик. Вот это. Так. Так вот. Недавно её исследовали. Там опять под феки бутер-фиолетовыми лучами пропускали. И выяснилось, что от дыхания посетителей музея картина тускнеет. Прикинь. Серьёзно, от дыхания? Да. Это просто, это так тупо. Тускнеет? Да, тускнеет. Она же выполнена в очень ярких цветах. И, ну, так как Мунг не был очень богатым человеком, он использовал какие-то супер дешёвые краски. У них есть какой-то пигмент, на который влияет выдыхаемый углекистый газ. Он просто не ожидал, что ещё столько лет после его смерти другие люди будут наживаться на его творчество. Не рассчитывал, он думал, ну так повисит годик. Да, где-нибудь. Дырку на стене закроют. Да, поэтому теперь вот оригинальная картина 1910 года, потому что криков несколько. Чего они решили, что из-за выдоха мне интересно? Ну, вот там очень много исследователей. Долго дышали? Ой, ты тоже подышала, я смотрю. Перед тем, как прийти к нам. Просто очень странно, как дыхание может, там же, что оно, окисляет? Да. Если я тебе буду читать все, вот, всё то, что здесь написано, будет выпуск очень долгий. Я тебе скину, потом почитаешь. И мы можем прикрепить просто ссылку на статью, ребята почитают. Хорошо. Такая за всех решила, кто что сделает, кто что почитает. У меня есть тоже очень интересная новость. Такаши Мураками нашёл творческое топливо во время коронавируса, сформировав новую практику создания отпечатков, отпечатков, я так понимаю, оттисков. Что значит творческое топливо? Оттисков. То есть и по вдохновению он нашёл? Это послушай. Нет, он нашёл... Все знают, что такое творческое топливо. Господи, как это правильно. Либо в жидком виде, либо галлюциногенном. Так вот. Нет, он просто нашёл источник вдохновения, скажем так, для своего... В общем, для создания оттисков и каллиграфии на переработанных кофейных фильтрах. Прикиньте. В общем, в чём фишка? В том, что чувак 6 лет в своей студии пьёт кофе. Альтернативный, кто не знает, это когда колбочка такая, да, ну, точнее, в виде конуса этот фильтр. Это разные способы есть. Ну, вот у него такой, как у тебя. Есть и продавливается. Вот у него через вот этот фильтр конусообразный бумажный кипяточком вот это вот кофе медленно стекает, значит, ему туда в кружечку. Вот. И вот эти фильтры он собирал. То есть он их не выкидывал. Он их просушивал и клал в специальный, там у него карабас такой стоит перед столом, куда он просто их складывал. Он всё так собирает? Нет, только эти кофейные... У него фетиши. Фильтры. В чём смысл? В том, что, да, он говорит, что я никогда не хотела их выкидывать, потому что мне хотелось придумать им рано или поздно какое-то применение. Туалетную бумагу. Это знаешь, как винные пробки тоже люди собирают и потом думают, куда мы их? А потом из них делают, знаете, как в 90-х такие висюльки между этими... Висюльки, стерки делают. Да, между комнатами. Так вот. Мы тоже так собираем. Зачем ты об этом сказала? Но мы не делали вот эту штуку. Ну, что пробок всего две пока, да? Да. Я думаю, что у Оли просто... У тебя, наверное, у папы в машине эти, знаешь, на сиденье такие массажные накладки тоже такие делают из пробок. Нет, я хотела сделать из них такие штучки. Ну, подстаканники, короче. Костеры, что ли? Что? Не важно. Так вот. И вот он спустя шесть лет придумал вот им применение. Значит, он их высушивает. С них всю вот эту кофейную гущу, что осталось, счищает. А то есть он использованный? Использованный, да. Там типа фишка в том, как они выглядят. Они такие прикольные кофейно-состаренные. Вот. И на некоторых из них, конечно же, уже плесень. И он, значит, их раскладывает по полу, обрабатывает там их каким-то спиртосодержащим раствором. Потом еще сверху там клеим еще там чем-то. Ну, короче, какими-то растворами, в общем, чтобы эта бумага не, видимо, дольше держалась. И затем он на них либо шелкографией, да, это называется, когда делают эти принты оттисками вот этими. Он делает свои знаменитые цветочки вот этим. И там в видео он делает, ну, каллиграфию рисует от руки. Очень прикольно на самом деле это выглядит. И это классно с точки зрения, опять же, вторичного использования какого-то сырья, которое мы используем каждый день. И эти бумажные фильтры... Ты знаешь, после таких новостей я убеждаюсь, что инструментом для творчества может служить абсолютно все, что угодно. Вообще. Но здесь прикол в том, что это еще и выглядит круто. Действительно, сама бумага, она как-то состарена. Чайные пакетики можно использовать. Слава богу, что не из масок хоть. Да, слушай, да и из масок делают. Я видела, просто уже эти новости пропускают. Здесь просто интересно что? То, что часто в искусстве, я думаю, многие, кто нас слушает, знают, как действительно очень много художников специально листы вымачивают в кофейном растворе, для того, чтобы он приобретал вот этот оттенок. И он еще ложится... Короче, это очень красиво выглядит. Посмотрите обязательно видео. Мне зашло. И, соответственно, эти работы, опять же, он их все продает, соответственно, тоже. И такая вклад в экологию вроде бы... Потому что, ну, как бы то, что должно было... То, что выбрасывается тоннами, мне кажется, по всему миру каждый день, потому что те, кто пьет кофе, да, используют этих фильтров, просто он одноразовый. А тут это еще и в современное искусство перешло. Мне кажется, это круто. Круто, да. Ну, давай, Оль, последнюю новость и к комментарию перейдем. Я просто не могу выбрать, какую. Ты не спеши. Ты не спеши. Хорошо, я подумаю. Да ладно, подумай. Не, я возьму новость, которая спешила. Точно спешила. Да. О том, что археологи под Вероной нашли древнеривскую виллу, которую искали несколько десятилетий. А она где-то под землей была? Да. Не, на самом деле, они, ну, обыскивали, да, одну территорию. Мне нравится. Обыскивали. Обыскивали. Сыщики. И, ну, понимали, что там что-то есть. Археологический жаргон. Ну, я не археолог, как бы, я не могу пользоваться археологическим. Отсюда и жаргону. Ну, так вот, они думали, что они просто определят габариты этой виллы, ну, там максимум найдут фундаменты, но они нашли очень хорошо сохранившуюся мозаику на полах. Вот я тебе покажу. О, круто. И вот, короче, достаточно большое пространство заполнено этой мозаикой, и собираются всё это раскрывать. Ого, нормально, они там раскопали траншею. Да, 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 траншею раскопали. Судя по тому, как там Оля показывает, они так и копали. Но проблема в том, что территория, на которой они ввели археологические раскопки, она... Частная. Ой, она же обычно очень быстро переходит в государственную собственность. Да, да, ну вот сейчас как раз идёт процесс передачи всё это из частной в государственную собственность, чтобы там организовать впоследствии музей. Я просто представляю, сколько вообще в мире во время строительства всего находят, но никто ни о чём не говорит, потому что иначе запретят всё строительство и дороги. Мы же нашли один какой-то старый рынок, фундамент из старого рынка как раз в дворе общежития ГАСУ. Как раз вот тоже не так давно, в начале этого года. Мне кажется, у всех кто-то находит, кто-то случайно проговорился. Это очень редкие такие моменты. Да, и потом такие всё. Находят, я уверен, находят намного чаще. Да, вполне возможно. Ну, просто очень часто, ну, как бы принимают решение о том, чтобы законсервировать это, то есть закапывают это обратно. Как было с этими, с останками царской семьи, когда их нашёл какой-то... Ты не слышал эту историю? Когда нашёл их, господи, забыл этого чувака. Они же там где-то вот под железной дорогой где-то их находили. Под мостиком, под мостиком там каким-то их нашли. Нашёл, короче, чувак, то ли он историк, то ли он там, короче, кто-то там какой-то вот чел, не помню. Он приехал, он нашёл, ну, очень долго же не могли найти, где захоронены были останки. И он нашёл, выкопал оттуда черепа, там кости, всё это. Привёз в Москву, насколько я помню, если мне не изменяет память. Но не нашёл, то есть он хотел сделать независимую экспертизу. Ну да, там же тоже, ну, надо понять, их он откопал или нет. Да, но в то время, ну, как бы никто не согласился, потому что это было опасно, ну, то есть было запрещено. Это советское время было, да? Насколько я помню, вроде бы, да. То есть это было запрещено правительством, да, вообще эту тему поднимать. Ему пришлось всё это взять, увезти обратно и закопать дальше. Сейчас можно откопать обратно. Так это уже откопали. Да, уже откопали после этого. Это просто очень смешно, прикинь, то есть никто не соглашался делать, он не знал, как это всё официально... Ну, молодежь, что он дурнул. И он просто взял это всё обратно туда закопал. Положил там, где взял. Вот, а уже в 2000-х, я так поняла, они уже нашли, ну, то есть уже когда официально им разрешили всё заняться этим расследованием, вновь раскрыли это всё, и они начали там собирать, ну, естественно, не знаю, как они там уже собрали, какие-то там ДНК-тесты проводили и так далее. Ну, это просто прикольная история, это чисто Россия. Есть ещё такие истории, например, с интерьерами зданий, потому что очень много где сохранились какие-то живописные вот росписи в церквях, в соборах и так далее. И очень часто это потом просто, ну, как бы, да, фиксируется, что да, это там есть, и потом замазывается обратно. Ну, потом можно размазать. Ну, да, можно расчистить, как бы, да, окей. Ну, так сохраннее будет, может. Как бы, не знаю, какая логика. Не знаю. В общем, написали нам тут комментарии в директ. Я думаю, что отдельный выпуск, ну, там просто как идея для отдельного выпуска, но тема такая очень щепетильная. Выпуск отдельный, я думаю, для неё пока делать не стоит, но мы в целом просто чуть-чуть обсудим, прям буквально выскажем своё мнение и пойдём дальше. Зачитываю, Саша мне написал. В последнее время часто вижу, как под постами художников, я думаю, предыстория, все сейчас понимают, что происходит, да, вообще в Инстаграме, вообще в Америке вот эта вся история с тем, что полицейский убил афроамериканца, там, темнокожего мужчину, там, что-то с фальшивыми деньгами, там, короче, какая-то история, посмотрите, кому интересно, но я думаю, что все сейчас понимают. И всю эту историю с нетрасизмом и со всеми волнениями, вот этими митингами, которые в Америке сейчас организовались, все погромы, там вообще полный дестрой. И Инстаграм, соответственно, как площадка социальная, которая поддерживает, опять же, всё вот это нет насилию против расовой принадлежности и т.д. и т.п. Вот, и на эту тему как раз Саша пишет комментарии, точнее, сообщение. «В последнее время я часто вижу, как под постами художников с призывами или освещением событий через арт начинается срач, по-другому не назвать, к сожалению, и осуждение работы и её создателя. Для примера, протесты в США и борьба с расизмом вызвали реакцию у многих людей искусства, но противники реакции считают, что подобные действия – это нажило на горе других людей. Как по-вашему, где проходит эта тонкая грань между чёрным хайпом и благородным поступком? Какую пользу или вред может принести арт в таком случае? Как избежать осуждения? Стоит ли вообще использовать трагичные темы для иллюстрации и картин? Ну, с первого вопроса, да, где вот проходит эта тонкая грань между чёрным хайпом и благородным поступком, я вот лично от себя просто скажу, что вещать можно на любую тему, если это действительно откликается, если вам есть что сказать, то нужно говорить. Социальные сети, вот мы тоже буквально недавно обсуждали в одном из последних наших подкастов, с Олей у нас была психолог в гостях, кто не видел, обязательно посмотрите этот выпуск. Мы как раз говорили о людях, которые проходят мимо, да, и вот им нужно высказаться. В этом нет ничего такого. Искусство, оно само по себе должно вызывать разные реакции. Оно не может нравиться всем. Так же, как и любое, вообще всё, что мы видим, оно не может нравиться всем, это ненормально было бы. Поэтому всегда будут те, кто пройдут мимо, и всегда будут те, кто будет говорить, что это нажива на горе других людей. Просто это там странная, ну такая непонятная грань, где её поймать, когда ты просто сочувствуешь и популяризируешь эту тему от того, когда ты просто пытаешься на ней хайпожорить. Ну здесь, понимаешь, если мы говорим с точки зрения осуждения, что так делать плохо, ну как бы все мы взрослые люди, и каждый для себя решает. Как бы если вы хотите хайпануть, вы мозгом понимаете, что вы хайпуете. Если эта тема вам близка и вам хочется высказаться, здесь просто даже в тему не расизма в целом, если мы говорим про то, сколько белых людей убивает полиция в Америке, то там число, поверьте мне, превалирует над темнокожими. Я тоже слышала исследования о том, что намного больше. Да, там около 75%. В основном полицейский произвол, он в Америке очень сильно развит. То есть у них американские полицейские наделены большими полномочиями, чем, например, в России, они спокойно могут стрелять. Да, поэтому здесь, если мы говорим вообще в целом про полицейский беспредел, про полицейский произвол и так далее, если это нам близко, и мы хотим в целом высказаться на эту тему через своё искусство, пожалуйста, об этом можно говорить, и это абсолютно нормально. В принципе, это социальная история, поэтому это абсолютно нормально, когда, если вам действительно это откликается. Но я считаю, что не хайп, это когда ты действительно сопереживаешь, или тебе действительно есть с чем поделиться в этой цели. Цель, какая цель? Да, вот здесь просто нужно понимать, какая цель. Если у вас нет цели, вы просто такие, там, о, там, вот помните, как с этим яйцом, да, была история, все-таки, о, давайте просто порисуем яйцо, потому что все понимали, что на этой теме сейчас можно хайпануть. Ну, это как бы, да, просто тема ничего из себя не представляющая. А здесь, если ваша цель привнести в больше, не знаю, образовательной какой-то, да, толики образованности вашей публики, вашей аудитории, поднять острые вопросы, обсудить, не знаю, поддержать какое-то движение, я считаю, что здесь просто вы, в первую очередь, опять же, перед самим собой, как человек, как художник. Ну да, ответственность в первую очередь перед самим собой. Конечно, ведь искусство – это точно, ну, картина, да, это точно такой же инструмент, как и наш словесный, да, наш род. Вот, поэтому то, что мы излагаем словесно, да, мы тоже берём ответственность за свои слова, и мы не можем, да, выйти и сказать, что там, ты гондон, а ты нормас вроде, потому что, вот, там, не знаю, по цвету кожи или ещё что-то. Ну, это вообще такие расовы, конечно, штуки, это не очень. И опять же, у нас у каждого есть цель, если мы хотим донести, вот у нас цель, да, расширить горизонты творческого видения, чтобы мы как-то больше креативно мыслили и раздвигали свои границы, не упирались в рамки. И мы через это, да, вот у нас такая немножко образовательная и немножко развлекательная цель, мы хотим, чтобы просто люди чуть-чуть проще относились к творчеству в целом. И мы, ну, как бы тоже берём какую-то ответственность за то, что мы говорим, поэтому мы стараемся, да, не навешивать никаких ярлыков там или ещё чего-то. Здесь такая же история. Мы выберёте, и каждый из нас берёт ответственность за свою картину. Что вы через неё несёте? Хотите хайповать? Ваша ответственность. Не хотите? Какая-то другая цель? Welcome. Вот. Здесь не вижу смысла кого-то осуждать. Просто вот, ну, как бы каждый решает за себя. Следующий вопрос, да, какую пользу вред может принести арт в таком случае? Не знаю, как насчёт вреда. Вред может принести только если, опять же, углубляться и говорить про случаи, если вы популяризируете что-то, что навязано вам извне, например, да, как вся эта история, если в ней разбираться, опять же, про расизм, да, если тут проблема намного больше, как мы с Антоном уже сказали, про именно, про полицейский произвол. А здесь любое меньшинство, знаете, с точки зрения психологии, никого не хочу обидеть, но кто хочет быть обиженным, он всегда найдёт, на что обидеться, да. Давайте об этом помнить. И, опять же, ну, как бы ты можешь вообще ничего не сказать, никого, да, не хотя обидеть. Кто-то, как всегда, обидится. И вот у нас была такая первоначальная, да, вспомню, очень много было комментариев, что вы вот там сказали. И, ну, вот человеку просто он нашёл, на что обидеться. Просто потому, что он всегда привык перекладывать ответственность за свои проблемы на кого-то. Ну, и ещё тоже всегда, когда о чём-то говоришь, человек как будто бы в этих проблемах, он может увидеть себя очень легко и, соответственно, перенять это на себя. То, что вы это перенимаете на себя, это в первую очередь как бы, ну, ваши какие-то, ну, дыроками. Ваша ответственность, опять же. Просто вот здесь можно долго говорить, но вот основное… Мы не будем. Да, мы не будем долго разговорить. Основной мой посыл в чём? В том, что пользу с точки зрения образования, образовательной, можно привнести, если мы осознанно подходим к этому вопросу. Нет, главное об этом говорить, не призывая… Дибош. Главное об этом говорить, не призывая прям к каким-то, я не знаю, там мероприятиям. Без призывов. Да, 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 да. Просто высказывая свою точку зрения. Или просто просвещая на какой-то вопрос, да? Да, да. Без высказывания чего-то личного прям, что вот если вас прям сильно трогает эта тема там, и именно, я не знаю, у вас какая-то устоявшаяся точка зрения, не нужно её навязывать, да, не нужно её транслировать прям так сразу. Мне кажется, вначале надо просто осветить этот вопрос, что да, такая проблема есть, вот она. Что вы думаете на этот счёт? Потому что у всех своё мнение, и оно, естественно, может не совпадать с каждым из вас. Это абсолютно нормально. Даже если вы просто будете спрашивать, какой твой любимый свет, один ответит красный, другой ответит синий. Вот вам. Пожалуйста. Дибош. Оля разгорячилась вообще, молодец. Вот. Да, как избежать осуждения. Это знаешь, как серьёзная тема. Вот вам. Вообще на вопрос... Как юмора. На вопрос, как избежать осуждения, мы как раз отвечаем и обсуждали это, опять же, в подкасте с психологом. Обязательно посмотрите, послушайте этот подкаст. Как раз там вот эта вся тема принятия осуждения творческих людей, она там максимально раскрыта, насколько можно. Не нужно ничего избегать, друзья. Чем больше вы этого избегаете, тем больше это будет вас настигать. Стоит ли вообще использовать трагичные темы для иллюстрации картин? Да, конечно, стоит. Можно использовать любые темы, которые близки вам, как художнику. Всё. That's all. На этом, я думаю, можно закончить. Тема, на самом деле, глобальная. Я думаю, что рано или поздно мы найдём какого-нибудь интересного собеседника, пригласим его к нам в нашу мини-студию и обсудим это в одном из будущих подкастов. А вы не забывайте, друзья, на нас подписываться обязательно. Посмотрите видео с психологом, если вы ещё не видели, потому что тема очень сильно откликается. Ставьте нам обязательно лайки, подписывайтесь на нас в телеграме и в инстаграме. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok